Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Янтай, 20 августа Маленькая уютная станция За одной из ястин грубо сколоченный из досок стол Примитивная скамья около него В двух шагах балаган, тоже так же сбитый Это буфет Что у вас есть? Пиво, водка, ром, черный хлеб, чай Было все, отправили Через два часа и это увезем Мы с Сергеем Ивановичем пьем чай Непрерывные выстрелы с юга и востока Там, в тринадцати верстах, на янтайских копьях идет жаркая перестрелка От станции вплоть до янтайских копий Поля Гауляна, высокого, как молодой лес К янтайским копьям идет железнодорожная ветвь Место истри, кишащее хунхузами А теперь всякий, отбившийся неминуемо, будет их достоянием Пока еще никаких новостей нет с мест боя Станция имеет совершенно мирный вид И иллюзия покоя сильнее от этой спокойно гуляющей дамы В простенькой соломенной шляпке с полями Какие носят подростки в сером макинтоше Даме, вероятно, лет сорок Она ходит, как ходят помещицы где-нибудь у себя на хуторе Когда особого дела нет Но все-таки не мешает еще раз заглянуть вперед хозяйскими глазами Она подходит ко мне и говорит лениво Как будто вы инженер Вот нам обещали дать вагоны для нагрузки Собственно, ко мне это никакого отношения не имеет Но так как, с другой стороны, у меня теперь никакого дела нет То мы с Сергеем Ивановичем беремся помочь даме Это дама Александра Николаевна Янтайцева Представительница Воронежской общины Об ее деятельности, энергии, организаторских способностях Я уже слыхал раньше от очень многих Когда мы познакомились ближе Я, шутя, замечаю ей, что с удовольствием наблюдал ее Вспоминая деревенскую усадьбу, хозяйство Ну, я, конечно, здешняя помещица И ни за что не оставлю станции моего имени Вещи отправлю, а сама останусь И копий не уступлю В копиях Александра Николаевна В заброшенных англичанами зданиях Также устроила госпиталь И теперь, когда там идет сражение В этом госпитале подают больным первую помощь И потом поездом везут их на станцию Янтай Госпиталь Александра Николаевны, собственно, на 50 кроватей Но в нем постоянно 200-250 больных Устроили мы Александру Николаевну, а в это время приехали в Янтай И последние поезда из Леояна Приехали они еще с вечера, но стоят все за семафором Так как загруженная станция не могла их принять Ничего нового, чего бы мы уже не знали С утра командующий выехал на позиции И был, говорят, очень в духе Потому что узнал, что переход Куроки через Тайдзихе Не демонстрация, а действительное событие Теперь Куроки в капкане И к вечеру надо ждать радостных новостей Я сообщаю это Александре Николаевне Ну вот, видите, говорю при всех, что не уйду я из Янтая Слух о Куроке быстро разносился Какой-то солдатик стоит Очевидно, хочет о чем-то спросить и не решается Тебе что? Спрашивает его Сергей Иванович Куроки, говорят, везти будут Охота поглядеть Раньше ночи, пожалуй, не привезут Невозмутимо отвечает Сергей Иванович Если повезут, конечно Князь Львов приехал Кому мне обратиться здесь, посоветуйте Чтобы переносили раненых на станцию Прибывать начинают, а мест больше нет П.И.А., о котором я уже писал, говорит Господа, что нам делать? Идем носить Носить так носить П.И. Сергей Иванович, инженер-рыник, инженер-вейнберг и я Стали выносить из бараков больных Инженер В.В. вспомнил о своей саперной роте П.И. исчез и привел еще какую-то роту И со всей этой силой только к часу ночи успели мы перенести и раненых и все вещи Воронежской общины Бочку тоже брать? Как же не брать? Помещица Александра Николаевна обидится Александра Николаевна, мы и бочку вам перенесли А как же? Я бы вам задала, если бы бочку отставили Восемь рублей бочка стоит Ну хорошо, это все так А вот мои собственные вещи в другой поезд куда-то уложили И мои, и часть общинных Кончили тем, что послали с поездом вдогонку за вещами сестры По дороге наткнулись мы с Сергеем Ивановичем на кучу из трех лежащих людей Темно, низги не видно Кто такое? Молчание Тут же построилась какая-то пехотная часть Это ваши? Нет Мы только что из России Идем на позиции сейчас Это раненые Шли и упали тут Пошли за носилками Пока искали носилки людей, еще с час прошел Когда наконец пришли, то раненых больше не было Может быть, за темнотой мы не могли их разыскать А стоявшая пехотная часть ушла уже Вот что произошло около четырех часов дня Прискакали на станцию казаки Прибежали солдаты без ружей Офицер какой-то прискакал и стал, махая руками, кричать Спасайтесь, спасайтесь Японцы в Гауляне, тут, около самой станции Тоже кричали и солдаты, и казаки Переполох поднялся большой Правда, панику быстро прекратили Офицеру очень досталось, но для безопасности стали спешно отправлять поезда, в том числе и наш поезд Так и не пришлось в эту ночь спать К вечеру принесли раненого начальника 54-й дивизии генерала Орлова Он легко контужен в живот и пулей ранен в бок, когда шел в атаку во главе батальона Пуля ударилась об эфес шашки и вследствие этого только скользнула по ребрам под кожей Бригадный генерал ранен гораздо тяжелее Пуля пробила голову и выпала часть мозга Янтай, 20 августа, продолжение С 54-й дивизии случилось что-то неблагополучное Вы уже будете знать все подробности, читая эти строки Я ищу слышавших или видевших Но мой транспорт больных уже далеко, так как грузили их в поезд, который стоит у северного семафора И я спешу к своим В темноте я шагаю с каким-то солдатом, который несет вещи общины Вот вы, говорит он, идя со мною, кажется, интересуетесь, что сегодня было Я могу вам сообщить кое-что Он как бы обдумывает и нерешительно продолжает Я унтер-офицер Ижорского полка Я был в этом деле В этом страшном деле В этом гауляне В эти 4 часа 10 лет жизни ушло Ах, нам надо было лежать и не трогаться с места Мы ведь уже пристрелялись И дело потихоньку себе шло, дошло Нет, вот, в атаку повели Сунулись А они в гауляне засады понаделали Подпустили вплоть И стали сыпать в упор Я командовал полуротой Из 120 человек в 2-3 минуты у меня осталось 12 Офицеры Оба на повал Что мне делать? Идти с этими 12 в атаку? А не пойду, может быть, меня самого за это расстреляют Что будет? Крикнул за мной И бросился в соседний овражек Лежим, а кругом ад Пули, шрапнель Вот только такое место, где мы, не рвется Так все из головы и души выбило Что с себя самого не помнишь Сколько мы так лежали, не могу сказать Но только стал я в себя приходить Слышу, стонет недалеко раненый Пополз я к нему, спрашиваю Если поддержать сможешь идти? Говорит, смогу Ползи за мной Приполз с ним назад во враг Думаю себе Наберу партию раненых И попробуем отойти к станции Объяснил своим солдатам, чтобы Расползлись потихоньку до легких раненых По одному на человека притащили А тут стихла и стрельба Его голос Мерно и однообразно отдается в моем ухе Как шум падающей воды Вот язык воротился И говорить хочется Господи, Господи Что только было сегодня Знать, что такое страшное есть в жизни Лучше и не родиться Мы отнесли вещи И возвращаемся на станцию И опять журчит чей-то голос Или вернее Все тот же голос какого-то человека Которого я не вижу в лицо Все ждали мы долины В горах-то непривычно Гаулян хуже гор На сопках хоть что-нибудь увидишь А в Гауляне низги Как выколоты глаза Сами себя бьем Ночь неподвижная Темная Мрачная Точно прислушивается к его словам Я тороплюсь туда, где свет станции На станции уже две партии Одна за генерала Орлова Очень маленькая Другая громадное большинство Против Обвинение большинства Обычная горячность Не исполнил распоряжение Вместо выстаивания Бросился в атаку Меньшинство Ему приказали идти Во главе батальона Говорят, потому что батальон замялся Войска только что пришедшие Не обстрелянные Резервные Три часа ночи Зашла луна Раненые Все идут и идут Длинные вереницы Стоят и ждут Очереди для перевязки Все отделения Красного Креста Уже закрыты и эвакуированы Перевязка происходит На вокзале У перрона стоит поезд Пришедший с ранеными Из копий Копи В руках японцев От поры до времени Из вагонов Выносят носилки И несут их К левой стороне станции Там Рядами лежат Уже умершие Эти ряды Все растут Тянет к ним Лица прикрыты Позы покоя После Двенадцатидневного боя Они спят Наконец Им больше Ничего не нужно Все пережито уже Все ужасы Назади Хорошо бы тоже Где-нибудь присесть И заснуть Но Негде Присесть В одной из комнат Тускло освещенной Лампой И телеграф И средоточие Всех начальствующих Бледные Истомленные Бледные Истомленные Лица Господа Радость Телеграмма От генерала Изерского Армия Куроки Разбита Левое крыло Армии Оку Опрокинуто Мы все Бросаемся К аппарату И читаем Телеграмму Читаем Перечитываем Собираемся С мыслями И чувствами Точно Будем Их Вот все Как-то Притупилось А уж Особенно Чувство Радости Как ненужный Багаж Здесь Сдано Но куда-то Далеко Что Нескоро Телеграммы Петербург И уже Ливень Читать Куроки Я Я думаю Генерал Нескоро Бледное Ну От глаза Вдруг 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 Сейчас Сон Гарин Полное Собрание Сочинений Том Шестой Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 Затем Гот